привет ютубунити я знаю вы долго ждали этот ролик и вот наконец-то я его запилил в прямом смысле этого слова я запилил аноморфот который у меня валяется уже три года да он тяжелый неудобный но он дает возможность прикоснуться к кинематографичным пропорциям и атмосфере кадра и вся эта красота за цену бутерброда сегодня я расскажу о самоделке из советской аноморфотной насадки 35 на 2 если кратко аноморф сжимает изображение по горизонтали таким образом при сохранении фокусного расстояния на полезную площадь условно-квадратной матрицы помещается большее количество информации ориентированной горизонтально появляются узнаваемые киношные блики вертикально ориентированные рисунки боке и бочка в геометрии кадра собрать такую может любой желающий даже с руками растущими из жопы для этого вам нужна сама насадка на авито их кстати очень много и рик на который вы ее посадите аноморфотная насадка и себя представляет две вот такие линзы они должны стоять друг напротив друга и разумеется должны быть правильно сориентированы одна линза сама по себе будет бестолково наша задача расположить эти две линзы на одной оптической оси с объективом нашего фотоаппарата и сориентировать их строго вертикально наклон как передней так и задней линзы будет вести к тому что вы просто не попадете в фокус верно сориентировать линзы можно как раз с помощью рига который я взял вместе с зажимами на алике в моем арсенале к сожалению не оказалось 3d принтера я не занимался серьезными чертежами сделал все как говорится из говна и металлических вот таких вот ободочков хомутов так как на ригах крепления имеют вогнутую область я могу спокойно интегрировать сюда переднюю линзу и хомутом затянуть и в результате все достаточно надежно и крепко держится хомуты лучше брать металлические для того чтобы минимизировать смещение линзы относительно рига выглядит абсолютно ненадежно но мне нравится технологически получилось все очень просто и супер крепко без какого-либо люфта но есть нюанс для того чтобы фокусировку производить по объектам которые расположены достаточно близко к моему комплекту оборудования то есть делать грубо говоря крупные портреты мне нужно чтобы передняя линза и центральная линза на аноморфотные насадки были достаточно близко друг другу но здесь конструктивно какие тут эти металлические лепестки и абсолютно никому не нужны поэтому их надо нафиг отпилить вот дебил кстати полностью эти черные лепестки типа бленду я отпиливать не хочу я думаю будет достаточно пара сантиметров чтобы сблизить эти две линзы для того чтобы получить уже минимальную дистанцию фокусировка которая будет доступна там не знаю на моей 85 от сиг на который я буду использовать в комплекте для аноморфирования нам очень важно строго вертикально сориентировать переднюю и центральную линзы поэтому делать мы это будем на глаз и так пойдет так ну все готово теперь передняя линза относительно центра может смещаться вперед назад чем ближе эти две линзы соединены приближены друг другу тем соответственно ближе можно располагать объекты на которых вы будете фокусироваться процесс фокусировки здесь получается достаточно дебильный потому что нужно сделать две фазы фокуса первая фаза фокусировки происходит за счет передней линзы по отношению к центральной а дальше мы дофокусируемся с помощью самого объектива я смещаю переднюю линзу до тех пор пока не получу адекватный фокус на самой и не при этом я постоянно подстраиваю фокус на самом объективе правой рукой я как обычно орудую самой большой линзы а левая рука у меня на подхвате и немножечко двигает колесо фокуса на объективе отлично я попал фокус и это поясной портрета что нужно чтобы сделать более крупный портрет когда вы приближаетесь к модели вам нужно опять же сделать две итерации фокусировки сначала мне нужно сблизить переднюю линзу приблизить ее к центральной и параллельно с этим изменять фокусировку на самой линзе фокусируюсь я в ручном режиме потому что не совсем хорошо работает следящий автофокус здесь он просто тупит и не понимает на чем ему фокусироваться через несколько итераций вы ловите адекватный фокус и здесь он делает всякие движения а я фокусируюсь на более правильных вещах есть так и я сделаю еще прям крупный портрет для этого я максимально близко подойду приближаю переднюю линзу к центральной после этого я могу зафиксировать переднюю линзу с помощью зажимов как соски вообще класс идеально попал и вот так мы делаем кадры тик 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 также стоит обратить внимание что в зависимости от крупности портрета а если быть точнее то от расстояния между двумя анаморфотными линзами будет меняться и сам коэффициент анаморфирования чем ближе они друг другу тем меньше эффект сжатия мы имеем к примеру фокус на почти бесконечности дает нам коэффициент сжать сжатие 2x мне приходится сжимать картинку по вертикали аж до 56 процентов а при крупном close-up с минимальным допустимым расстоянием до модели с сигма 85 миллиметров сжатие уменьшается до 66 процентов разницу пропорции разумеется можно исправить на посте просто кропнув более высокую картинку к сожалению с такой насадкой и full-frame камерой максимум на что вы сможете рассчитывать это 85 миллиметров шире угол к сожалению поставить сюда будет сложно потому что слева и справа будут вылезать черные края венецки но в любом случае у меня с собой есть тт артизан с 50 миллиметров 1 и 2 и хочется посмотреть как будет он работать у нас получается такая квадратная виньетка и в целом если откуда растянуть то он будет уже 16 9 а это можно использовать как в простой фотографии я же не видеограф и вот вам контент для фотографов параллельно с видео я наделал море потрясающих фотографий сын и честно я в приятном настроении пребываю после обработки всех этих кадров и 50 и 85 миллиметров в анаморфе дают абсолютно достойную резкую контрастную не идеально чистую конечно но для инсты для социальных сетей прекрасную картинку вот тут как раз и кроется магия деформации боке в некоторых кадрах софт-фокус а в других уютные атмосферные блики выходящие за пределы виньетки 50 миллиметров идеально тянется до классических 2 к 3 отрезая все пустоты на выходе можно получить кадр спокойно разрешающий 4к экраны а особо отчаянные могут фигачить и вертикальные портреты для инстык самое то да вы только посмотрите на эту резкость даже в явном софте мы видим реснички каждую отдельно страдал ли я во время съемки однозначно да все эти траблы с фокусировкой в совокупности с общим весом оборудования под 4 килограмма шепчет тебе на ухо да выкинь ты этот аноморф ну его нафиг но как только ты видишь результат как только сжимаешь эту киношечку разумеется хочется использовать его всегда везде и сразу профессионалы разумеется угарнут с таких диайваев ведь сейчас всякие там серуи которые делают аноморф доступным за относительно разумные деньги но вот любители кто готов потратить 50 баксов на железобетонно работающий аноморф с 2x сжатием точно не упустят шансы выцепить на вита вот такую советскую приблуду обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал если вам понравилось это видео ведь это последнее видео из этой квартиры мы отсюда съезжаем вместе с инны и каша андрей разумеется сегодня мы кстати чипировали кошку сделали чип тюнинг врум-врум честно говоря я не знаю когда будет следующий выпуск но я постараюсь не тормозить на чтобы не потеряться заходите ко мне на патреон и бусти там море различного обучающего контента по фотографии от уроков по обработке и до различных бэкстейджей с моих съемок до новых встреч пока